Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александра Крузе. Сегодня у меня в гостях музыкант, артист, актер, общественный деятель Радчик Аруджев. Радчик, здравствуйте! Здравствуйте, Саша, здравствуйте! Спасибо большое за приглашение! Спасибо вам! Радчик в крещении Родион Аруджев родился в Новороссийске в 1981 году. Окончил Московский областной колледж искусств, а затем Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу «Сольное народное пение». Является дипломантом и лауреатом различных музыкальных конкурсов. С 2004 по 2015 год служил в Государственном музыкальном театре национального искусства под управлением народного артиста России Владимира Назарова. В 2007 году был награжден Российской национальной музыкальной премией «Овация» в области музыкального искусства. С 2016 года является руководителем благотворительного сообщества «Радуйся» при храме преподобного Сергия Радонежского в Гальяново. В настоящее время продолжает творческую деятельность и развивает ряд социальных проектов. Обо всем подробнее поговорим прямо сейчас в программе «Канон». Как удобнее вам будет к вам обращаться? В крещении вы Радион? Совершенно верно. Когда я воцерковился, батюшка у меня пришел в храм, батюшка у меня спросил, а как твое имя в крещении? Я говорю «Родион». Он говорит «Можно я буду тебя так называть? Родион». Поэтому на подворье храма преподобного Сергия Радонежского в Гальяново, где я… Вас знают как Родиона. Да. Ну, впоследствии, когда стали узнавать, что Рачик, некоторые стали называть по имени данного мне от рождения. А вы называйте, как вам будет удобно. Хорошо, договорились. Родион, сегодня, если можно так сказать, вы активный христианин. Вы занимаетесь и общественной деятельностью, и благотворительной деятельностью, но начинали вы как артист. Скажите, мне вот интересно, как произошла трансформация из человека такого нарциссивно… Ну, все-таки артисты – это такие публичные люди, которые, как правило, нарциссы. Перешла трансформация к глубокой духовной жизни. Ну, путь… Сколько… Какой это путь был по времени? Ну, путь в длиною в мою жизнь. Вот сколько мне сейчас лет, да. Что такое приход к Богу? Это путь, для некоторых, очень долгий. Я был воцерковлен, как бы крещен, соответственно. Я родился в православной семье, и бабушка меня моя по папиной линии воцерковляла, и я до восьми лет ходил в храм. Потом была некая пауза, затянувшаяся до моего зрелого возраста, пока я не приехал в Москву, 18 лет, и, скажем так, посещал храмы, как захожанин, просто мне нужна была теплота какая-то. Было очень одиноко, у меня здесь никого не было, я приехал в Москву учиться. И, соответственно, так интуитивно Господь взывал, видимо, я заходил в храм и получал такую вот какую-то благодать, тишину, умиротворение. Да, успокоение, вот так поставив свечку, помолившись в молитве «Отче наш», которую я, по сути, только одну и знал, да, с детства. Вот, но можно сказать, что я не был каким-то очепенцем или там неверующим, или атеистом, да, или еще как-то. То есть Господь был со мной всю мою жизнь. Но все-таки воцерковился я, когда уже познакомился со своей женой, это были уже 2005 год, когда стал солистом Государственного музыкального театра национального искусства здесь, в Москве, в Олимпийской деревне. Такой известный коллектив был, очень уникальный, исполнялась музыка народов мира. И вот там познакомился со своей будущей женой. Она была солисткой этого театра, тоже артистка. И поскольку она была человеком верующим, она потихонечку начала меня приводить в храм. Мы стали ходить в храм, и тогда, благодаря ей, я уже получил свое первое в жизни таинство, сотворил, да, милостью Божией, таинство исповеди и причастия. Вот. Помните эту первоосознанную исповедь? Да, конечно, это забыть невозможно. Очень часто, когда я рассказываю людям, что они могут испытать, я основываюсь на свое понимание, ощущение и свой опыт. Это реально облегчение физическое. Ты сбрасываешь как будто 20-30 килограмм веса в буквальном смысле этого слова. Ты выходишь из храма после первого своего. Господь дает авансом благодать эту. Он прикасается к тебе и говорит, вот, чем ты можешь жить и что может тебя наполнять. Как долго потом это состояние с вами сохранялось? Ой, дальше это большой труд. Потому что смирение, как вы сказали, я не сказал бы нарциссизм. Но все-таки творческая деятельность связана с лицедейством. Да. Она связана с потребностью аплодисментов, с потребностью внимания. Это просто, это тщеславие и гордыня. Это чуть-чуть другое. Это очень опасные. Это когда ты прям, нарциссизм, это когда ты прям любишь себя вообще вот просто в абсолютной степени. В абсолютной. Потребность славы и аплодисментов, это то, что сопровождает жизнь артиста. И то, что дает некую мотивацию. Ты понимаешь, что ты делаешь то, что людям нравится, то, что отчасти, а мне, слава богу, посчастливилось служить в театрах, которые благочестивы, которые несли не похабщину какую-то, как это в последние годы очень принято, хайпы, а все-таки искусство. И поэтому, когда ты видишь, что это искусство касается сердец людей, ну, вот эти аплодисменты, это то оправдание, это та мотивация, которую тебе нужна, конечно. Меня очень часто спрашивают, ну, как вот, на радио Вера, кстати, спрашивали, как вот можно совмещать. Можно. Можно. Просто со временем ты начинаешь анализировать и, допустим, не соглашаться на те роли, которые тебе могут предложить. Да. Недавно у меня был мой кастинг-директор, я кастингуюсь в кино, прислал очередной мне кастинг-пробой. Сценарий. Да. Ну, это пока пробы, это еще не сценарий, там, кусочек из сценария. В очередной фильм комедийный, который должен транслироваться на, там, одним из наших каналов. Я прочитал и сразу сказал, нет, хотя я давно уже расставил эти приоритеты, не хочу, не хочу входить в эту реку греховности, искушений и каких-то вот этих хайпов насмешек. То есть, если что-то серьезное, да, при всем при том, что сейчас в связи с началом коронавируса, да, еще несколько лет назад и сейчас с тем, что происходит в стране и в мире, конечно, работа нужна, но хайповать и хвататься за все, что не попадя, ради того, чтобы заработать какие-то деньги, я не буду. Давайте мы сейчас послушаем вашу песню, а после этого мы поговорим как раз о вашей очень важной работе, которой вы занимаетесь в последнее время. Хорошо. С Богом. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Радчик Родион Аруджев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Ты — дитя ждущего Бога. Да пойми, ты не один. Ты — дитя ждущего Бога. Серафим Саровский говорил «Всегда радуйтесь». Ваше благотворительное сообщество тоже несет этот важный девиз. Расскажите, пожалуйста, о сообществе «Радуйтесь». «Радуйся», да, правильно? «Радуйся». «Радуйся». Благотворительное сообщество «Радуйся» — это сообщество волонтеров, которые служат при храме преподобного Сергия Радонежского в Гальяново, в котором я сослужаю и как алтарник, и как теперь уже много лет ответственный по социальному служению. Я стал прихожанином нашего храма в тот момент, когда остался без работы, когда о том театре, о котором мы говорили с вами ранее, это был такой мой творческий любимый дом, мы его лишились по тем или иным причинам, не будем затрагивать эту тему. Когда становится очень плохо, что ты ищешь? Ты ищешь утешение. «Слава Богу, что я нашел его в храме, не искусившись в какие-то другие поиски». Когда я пришел в храм, это было перед как раз Великим постом. Батюшка сразу, отец Петр, наш настоятель, священник Петр Иванов, благословито пришел со словами «Отче, могу ли я вам чем-то здесь быть полезен?» Он сказал «Ну, что ж, проходи». И пригласил меня в алтарь, и с того момента я прошел каждый день Великого поста в алтаре, стал познавать служение алтарническое. При этом вы как певец не пошли на клирос, что удивительно. Да, меня часто об этом спрашивают. И наш регент приглашал меня, и до сих пор, бывает, приглашает. Но я сказал, что музыки в моей жизни много, а мне нужен какой-то вот… Пускай не осудят меня, я знаю, что многие очень считают это очень богоугодным делом, пение на клиросе. Но я выбрал для себя путь алтарничества. Вот, чтеца. Скорее всего, мне хотелось замаливать, хотелось получать, молиться, вот как бы не стоять, исполняя там каноны, да, кандаки, да, немножечко, да. И буквально прям сразу почти освободилось место ответственного по социальному служению, и отец Петр пригласил меня, сказал, «Родион, не хотел ли бы ты возглавить наше сообщество?» Ну, что делать? Я вошел, вошел, и вот шесть лет. И вот радуйся. Это благотворительное сообщество, социальное служение при храме, которое имеет несколько главных направлений. Это кормление бездомных, которым мы занимаемся уже очень долгие годы, невзирая на погоду, на праздники. Что бы ни случалось, оно никогда не останавливается. Каждое воскресенье в пять часов вечера близ Щелковского автовокзала мы кормляем бездомных и всех нуждающихся в подобного рода помощи. Плюс, впоследствии мы стали развиваться, и помимо адресной помощи тех людей, которые каждый божий день обращаются на подворье, покушать, одеться, прикрутить розетку, починить храм, кого-то куда-то отвезти в поликлинику, инвалидов, болящих, да, еще мы стали аккумулировать вещевую помощь. Да, то есть к нам поступают вещи в храм. Это такой, можно сказать, один из немногих храмов в нашем округе, который занимается так масштабно этим. Мы их перебираем, сейчас, слава богу, есть волонтеры-помощники, раньше я этим занимался сам, потом со своими друзьями-волонтерами тоже. Аккумулируем, отбираем и отправляем по многим регионам России. По регионам, да. Да, то есть это не только Москва, в большей степени Москва не нуждается. Московская область, да, но регионы очень острая нужда. И вот мы отправляем в регионы, будь то там какие-то социальные отделы, может быть, или активисты, которые также хотят нести служение, они принимают, там тоже сортируют, приглашают людей. Или богодельни при монастырях, при храмах. Вот последняя была у нас отправлена, Никитский мужской монастырь, прислал в Залезский. Вот, в Тверскую область город Калязин, Ставропольский край, в Краснодарский край отправляли. То есть много куда за эти годы, очень много в Воронеж отправляли в хосписы, игрушки под Новый год стараемся аккумулировать, то есть делать такие программы. Слава богу, очень много сделано, и об этом говорят те благодарственные письма, которые летят к нам обратно. Это очень здорово. Да. Но я часто сталкивался с тем, что даже воцерковленные люди очень сомневаются в вопросе благотворительности. Вроде бы цели понятны, ясны, они правильны, но понять, куда точно пойдет эта помощь, многие сомневаются. Многие боятся жертвовать. Что в таком случае делать? Что нам говорит Господь? Совет в храме спросить или послушать свое сердце? Ну, конечно, если есть потребность сделать добро при храме, ты можешь это сделать. Я говорю, Господь что говорит? Если человек просит у тебя, ты не думай, для чего, куда он употребит эти деньги. Выпьет он или еще что-то сделает. Ведь важен твой посыл. И Господь видит первоначальную мысль, которая тебе рождается. Подать. Как только ты сказал, а, нет, он сейчас, наверное, это, ну ладно, подам, но он наверняка, в этом нет благодетели и добра. Все, все, что ты сделаешь, это, можно сказать, уже впустую, потому что ты уже начинаешь осуждать человека и все прочее. Поэтому просто отдай и скажи во славу Господа. Всегда лучше, я говорю, когда ты делаешь именно адресную помощь. Да, действительно, многим хочется почувствовать. И это действительно необычайная, невероятная благодать, когда ты видишь конкретного благополучателя. Ты видишь человека, который плачет или радуется, и благодарит тебя слезно за то, что ты сейчас ему жизненно помог. Порой это прям жизненно, действительно. Нам звонят, часто говорят, вот у нас есть вещи, а мы не знаем, кому их можно было бы отдать. Я говорю, оглянитесь, посмотрите этажом ниже, этажом выше, в соседнем подъезде. Наверняка есть семья многодетных, малоимущих. Или часто я выхожу из подъезда, вот прямо передо мной идет бездомный, шкрябает там в туфлях или в сандалях, которых подошвы нет. У меня был такой случай. Я вышел, шел человек, у него отваливалась подошва. Я говорю, если вы не обидитесь, могу ли я вам помочь? Пройдемте со мной до храма, ну что вы хотите? Он так посмотрел, ну я еще черненький, да, и как бы, боже мой, что этот человек от меня хочет? Иду спокойно, никого не трогаю. Милостью Божией удалось его одеть с ног до головы. Это радость, которую человек испытывает, нечаянная для него, да, как нечаянная радость. Это невероятный отклик и вот та благодать, которую тоже всегда хочется получать. Поэтому можно так, можно пойти при храме, но всегда хорошо, что если вы не просто вот так, я принес пакет, отдал, ну вроде я как бы сделал добро, а там, тут есть грань. Ты очистил квартиру или ты хочешь сделать добро? Если ты хочешь сделать добро, в той или иной, хочешь окормить нищего, зайди в магазин, купи, спроси, вы голодны? Да. Купи, что хочешь, сосиси, печенье, булочек, хлеба, сыра, да, и ты будешь конкретно понимать, что ты делаешь добро. Хочешь одеть кого-то? Найди конкретно кого-то. Или хотя бы сделай что-то еще, помимо того, чтобы просто принести, поставить пакет и посчитать. Ну, даже это уже хорошо. Пытайтесь поучаствовать в благом деле, и когда вы увидите глаза человека, как Андрей, которому вам удалось помочь, вы эту благодать почувствуете и захотите ее получать снова и снова. Вы ее никогда ни с чем не перепутаете. А кто вас научил этому добру? Как вы пришли к этому осознанию? Сказать о том, что кто-то меня научил, это неправда. Это дорога длиною жизнь. Мне учиться, учиться, учиться. Я обычный такой же человек, как и вы, и все те люди, которые будут нас смотреть со своими страстями, со своими грехами. И до сих пор я продолжаю учиться, идти, и ошибаться, и спотыкаться. Поэтому это глубокое заблуждение, когда люди говорят, ну, там, вот он же при храме, он же, мы при храме, мы, да, но я остаюсь все тем же слабым человеком, которого очень часто искушает лукавый. Поэтому оступаюсь, но я знаю, куда мне идти, где мне спасаться. И милостью Божией я продолжаю это делать, падать и подниматься, подниматься с силой Господа, таинством исповеди и причастия. Я просто стараюсь что-то в своей жизни исправить. И если Господь примет это как какое-то оправдание моим грехам, и я смогу благодаря этому поселиться вместе с злачным, вместе с покойным, рядом с Господом, я буду невероятно счастлив. Как вы сказали, Господь дает аванс. Я знаю, что в вашей жизни есть такой большой аванс, связанный с рождением вашего ребенка. Вы могли бы рассказать эту историю чудесную? Да, вы знаете, для многих людей что-то, ну, рождение ребенка, ну, это обычно, это Господь называл, плодитесь и размножайтесь, да. Очень часто, когда ты понимаешь, что этого может не случиться, когда уже есть плод в очреве, да, когда его уже зачали, и когда тебе говорят, что что-то может пойти не так, вот в эти минуты своей жизни ты начинаешь понимать, как все, все, что до этого было с тобой, оно все как пепел, тщетно, тленно, я не знаю, и вот как важен вот сегодняшний имп, потому что завтра может произойти непоправимое. И в такие минуты люди тоже приходят к Богу. И да, и ты понимаешь, когда не случается того, о чем тебе очень много говорили врачи, что ребенок может родиться в нашем случае с какими-то пороками, да, неполноценный. Поэтому нужно сделать какие-то вмешательства в организм, организм материнский для того, чтобы уточнить это. Милостью Божьей мы остались в стороне от этого и пришли к усердной молитве ко Господу. И у нас родилась прекрасная дочка. Нам говорили, как и многим другим детям, что, возможно, у нее будет синдром какой-то, насколько я помню. Вот, и поэтому Господь милостив, и вот тут ты понимаешь, что действительно чудеса, аванс, как угодно это назовите, но вот есть тонкая грань. И это секунда рождения ребенка, да, вот он родился, и ты там минутой назад, да, и ты смотришь, вот вроде дом может здоровый, а родился нездоровый. Или говорили, что будет нездоровый, родился здоровый. Это вот так, с точки зрения жизни нашей, а с точки зрения вечности так тем более. И вот эти минуты, конечно, заставляют тебя задуматься. Ну, слава Богу, некоторые до сих пор продолжают принимать как должное. Но мы люди как? Мы же приходим к Богу, когда нам больно, когда нам плохо. А по-другому у нас не получается. Очень мало кто может прийти в радость и просто сказать, Господи, спасибо Тебе за все, за то, что я имею, за то, что я радуюсь, за то, что у меня нету нехватки ни в чем, за то, что у меня нету больных рядом или еще чего-то, да. За то, что я не претерпеваю, спасибо Тебе, Господи. Ну, мало кто может так сказать. Поэтому нам дается путь, путь осознания, что было, что могло быть и что есть. За все нужно благодарить Бога, я стараюсь. Я предлагаю наш диалог продолжить через неделю в следующем выпуске программы. А сейчас давайте мы еще что-нибудь послушаем из вашей музыки. Спасибо, Господи, за приглашение. До встречи. Спасибо. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был радчик Родион Оруджев. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Голубь ранен, но смиренно пал у ног, Целиком доверяясь выжить, не надеясь. Насмерть бился где-то там один, как мог, Но он ног обрел надежду на спасение. А в глазах мольба и небо синевой, И перо летит, как ржи, упятший голос. Не покинет птица свой небесный строй, Как ловы моей безволи на ту волос. Побеседуй со мной в темноте, С этой секунды на вечность. Подскажи, как же веровать мне, Чтобы радость была бесконечной. Подскажи, как любит облака. Даже если в ней громы летуют, Научи им не писать, не рассказ, Не о том, коли он повествует. И лишь немощу сильного веки скорбь, Слабых душ, запутших тихое прозренье. Неужели кто-то битву должен вновь, Чтоб во тьме добра рождалась пробужденье? Нет ни птица на ладони, а укор, Где забыли обновь кроткую сердечность. Я прижать несчастную груди лишь смог. Она уже смотрела, словно вечно. Побеседуй со мной в темноте, С этой секунды на вечность. Подскажи, как же веровать мне, Чтобы радость была бесконечной. Подскажи, как любит облака. Даже если в ней громы летуют, Научи им не писать, не рассказ, Не о том, коли он повествует. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова